Здравствуйте! В эфире город Эссе и Татьяна Дмитриева. Сегодня будем говорить о том, что представляет из себя капитальный ремонт дома, какой способ накопления денег на его проведение выбрать и как будет контролироваться распределение средств. В нашей студии руководитель экспертного департамента некоммерческой организации фонд капитального ремонта Татьяна Соколова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Во-первых, расскажите о вашем экспертном департаменте, чьи интересы вы представляете и, собственно, какие задачи и функции выполняете и ставите перед собой. Ну, наверное, хотелось бы в первую очередь рассказать в целом, что такое фонд капитального ремонта, поскольку многие жители до сих пор не ассоциируют, что региональный оператор – это то же самое, что некоммерческая организация и фонд капитального ремонта. Так, вот то есть, когда мы будем сдавать деньги на капитальный ремонт, это пойдет в региональный фонд, который вы сегодня представляете, правильно? Да, в том случае, конечно, если жители определят этот способ. Вот, то есть, в Самарской области региональный оператор создан в виде некоммерческой организации, в виде фонда, фонд капитального ремонта. Возглавляет попечительский совет нашего фонда губернатор Николай Иванович Меркушкин. Также в состав попечительского совета входят представители губернской думы, общественной палаты и правительства Самарской области. То есть, это, можно сказать, государственная структура. В структуре фонда есть несколько департаментов. Вот, я представляю, в частности, экспертный департамент, который занимается работой с собственниками, с органами исполнительной власти, специалистами. А что вы конкретно делаете? Вот что вы, экспертиза, в чем заключается? Ваше экспертное мнение, которое вы составляете? Не то, что экспертиза, здесь экспертное мнение именно по реализации положений закона, вот этого нового закона по капитальному ремонту. То есть, мы разъясняем, как нужно проводить капитальный ремонт, что нужно делать собственникам, как проводить общие собрания, какие-то отвечаем на вопросы граждан. Также работаем с администрациями городов и районов, поскольку у администрации тоже очень много вопросов, поскольку закон новый, никто с этим раньше не работал. Вот, соответственно, больше такая информационная, да, разъяснительная работа. Но, кроме того, участвуем при подготовке нормативных актов совместно с Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. То есть, все, что касается деятельности регионального оператора, все, что касается капитального ремонта, мы участвуем в создании этих документов. Татьяна Владимировна, такой вопрос. Очень многие говорят, что мы много лет платили уже, вот есть у нас в квитанциях за услуги ЖКХ, строка ремонта. И мы очень долгое время все оплачивали. Скажите, вот, почему теперь люди должны вновь начинать платить деньги на капитальный ремонт дома? И где здесь вообще вот путаница и в чем она? В основном жители все собирали деньги на текущий ремонт. То есть, вот к текущему ремонту относится ремонт, допустим, крыши, если ее износ составляет менее 50%. То есть, залатать какую-то дырку в крыше – это текущий ремонт. Локальный, локальный такой, да. В том случае, если уже износ составляет больше 50%, это уже капитальный ремонт. То есть, снимается полностью поверхность крыши и вновь уже перекрывается. Вот, это капитальный ремонт. И на него мы деньги, получается, не собирали? Не собирали, да. Единственное, в некоторых муниципалитетах сборы на капитальный ремонт существовали. Вот я знаю, в Тольятти это существовало, но сейчас это коснется всех. То есть, в целом, не только Самарской области, но и Российской Федерации, всех субъектов абсолютно. То есть, все будут сдавать на капитальный ремонт. 29 января – это такая дата, до которой люди должны, квартиросъемщики и собственники жилья, определиться со способом накопления денег на капитальный ремонт. Во-первых, скажите, какие есть варианты этих накоплений? Существует два варианта. Это формирование фонда капитального ремонта на специальном счете, то есть, на один многоквартирный дом. У каждого дома свой отдельный специальный счет. Да. Либо на счете регионального оператора, то есть, на общем счете, который принадлежит региональному оператору. Вот два варианта существует. Важно отметить тот факт, что специальный счет может быть открыт только на один многоквартирный дом. А не на несколько, да? Вот, допустим, чтобы никто не объединялся. То есть, один счет на несколько домов, именно специальный счет невозможен, да. И владельцем специального счета может быть ТСЖ, либо жилищный кооператив, но тоже в том случае, если ТСЖ создано на один многоквартирный дом, либо на несколько домов, но количество квартир в этих домах должно быть не более 30. Также владельцем специального счета может быть региональный оператор. То есть, это также предусмотрено. Вот, чтобы люди понимали попроще, это такая общий котел или копилка, куда вот все собирают-собирают, ну, такой метод вот страховательных, да, вот, компаний. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что многие уже, наверное, определились, и все-таки, вот что должно быть первоочередным при принятии вот такого решения? В общий котел или свой специальный счет открывать? У дома, у жильцов определенного дома, вот о чем они должны задуматься? Ну, наверное, стоит оговорить нюансы и того, и другого способа. То есть, если жители выбирают общий счет регионального оператора, в данном случае обязанность по проведению капитального ремонта, контроль стоимости, сроков, отбор подрядной организации, все лежит на плечах регионального оператора. В случае, если собственники выбирают специальный счет, здесь уже они сами должны отобрать подрядную организацию, заключить с ней договор, контролировать ход исполнения работ, принимать эти работы. То есть, полностью весь процесс лежит уже на плечах собственников. Это вот самое главное отличие. То есть, специальный счет больше подходит для граждан, для активных граждан, которые могут собраться на общее собрание, выйти, проголосовать, контролировать работу. Здесь может быть даже специалист, строительство, по банковским каким-то счетам и так далее, да, вот и бухгалтеры, еще кто-то, да, чтобы забраться с этим этим. И вот люди должны также понимать, что если они выбирают специальный счет, они должны накопить определенную сумму денег к тому периоду, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт. Этот срок указан в региональной программе капитального ремонта. То есть, в региональной программе для каждого дома указан плановый год проведения капитального ремонта. И вид работ, который будет проведен вот в этом году. Уже на сегодня? Уже сейчас, да. Список составлен? Список составлен. Вот 29 ноября была утверждена региональная программа, официально опубликована. И весь перечень домов с плановым годом, с видом работы уже опубликован. То есть, вот кто выбирает специальный счет, они посмотрели, у них, допустим, там в 16-м году запланирован ремонт крыши. И они должны понимать, что к 16-му году, выбирая специальный счет, они должны накопить эту сумму денег и провести самостоятельно этот вид работы. Понятно. Но в случае вот регионального оператора здесь плюс. То есть, жители уже не беспокоятся за накопление средств, поскольку здесь уже обязанность по проведению ремонта на региональном операторе. И в том числе он должен изыскать средства. Либо это будут кредитные ресурсы, либо будет, так скажем, брать взаймы у других домов. Но это уже вот обязанность регионального оператора. Мне вот задали такой вопрос недавно относительно капитального ремонта. Если люди собирают деньги и ремонтируют дом не в течение 30 лет, вот как это оговорено в этой программе, а раньше, через 10 лет. Но дальше-то они все равно продолжают эти деньги платить. И где-то они собираются. Вот куда идут эти деньги, которые будут поступать в фонд после того, как уже жильцам все отремонтировали. Но полностью комплексный ремонт капитально, они, скорее всего, все виды работ не произведут в течение 10 лет. А как же тогда, вот вы говорите, есть очередность, есть уже какие-то даты. А как тогда получается? То есть, есть некий план проведения капитального ремонта. И жители должны накопить определенную сумму денег к этому году. Они могут раньше накопить, конечно. А дальше что будет? Дальше будет как-то на следующий вид работ. Вот. Поскольку все-таки срок эксплуатации у элементов, ну, допустим, у крыши 10-15 лет, то есть им все равно каждые 10-15 лет приходится ремонтировать крыши. Да, но когда уже дома не ремонтируются по 50 лет... Им нужно все ремонтировать, да. К нам поступают первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Если я эти деньги буду складывать на свой счет, а потом передам эти деньги на капитальный ремонт, когда будут ремонтировать мой дом и почему мы должны отдавать свои деньги куда-то, спрашивает вас Валентина Ивановна. Очень сложно понять. Она передаст на капитальный ремонт. В фонд, в смысле, сначала на специальный счет, потом... На свой счет, а потом передаст эти деньги. Видимо, в региональный операт. К региональному операту. Когда будут ремонтировать дом. Вот почему вот эти деньги, когда будут ремонтировать дом, она должна куда-то отдавать. Ну, непонятно куда, но если речь идет о подрядной организации, то есть здесь все прозрачно. Отбор подрядной организации во всех случаях с участием собственников происходит. Вот вы сказали все прозрачно. Я хочу сказать, вот весь негатив, который копится вот сегодня вокруг этой темы, складывается как раз из-за недоверия к тому, как будут... Вот понятно, что люди будут отдавать деньги. Как они будут распределяться, как будет, когда и кем проводится ремонт, непонятно. И вот с этим связано все вот это недоверие и негатив. Скажите, насколько вот действительно все это будет прозрачно, будут ли какие-то сайты, где можно вообще все это отследить? Сколько средств, сколько пошло туда, сюда, и какой остаток на этот год, допустим, как это все будет организовано? Ну, обязательно контроль со стороны собственников, он существует, и на любом этапе проведения капитального ремонта собственник может узнать, что происходит с его домом. Как? Вот, допустим, если жители выбрали общий счет регионального оператора, в любой момент времени любой собственник на квартирного дома делает запрос к региональному оператору, то есть наш фонд, и мы отвечаем о сумме накоплений, сколько на данную, на текущую дату накоплено средств, какие работы уже проведены, когда запланировано проведение, какая подрядная организация уже вышла на объект, допустим, если уже какие-то работы идут. Будет определенный сайт, да, или что, где вот, все равно в интернете не будет этой информации, только нужно делать запрос, и ваш специалист будет по телефону отвечать, так получается? По телефону, либо в письменном виде. Вообще предполагается создание информационного портала, где будет полностью загружена региональная программа, где каждый гражданин сможет зайти, смотреть накопление, но это со временем, то есть сейчас, вот прям в ближайшее время, только по запросам, то есть на письменный, на устный запрос региональный оператор готов ответить. И это входит в его обязанность? Обязательно, да, то есть это утверждено законом, и здесь уже все очевидно. И это можно отнести и к специальному счету. Здесь уже владелец специального счета, а также банк, в котором открыт вот этот специальный счет, обязаны предоставить всю информацию по перечислениям со специального счета, по всем операциям, по накоплениям. То есть здесь также житель в любой момент времени сможет узнать, сколько накоплено, какие виды работ проведены уже. У меня есть такая информация, данные от 24 января. Около 80% самарцев до сих пор не определились со способом накопления средств на капремонт, переложив тем самым ответственность на муниципалитет. Это данные департамента ЖКХ, городской администрации. Скажите, как вы можете это прокомментировать? 80%? Ну, правда, на 24 января еще не определились. Куда? Вот что будет в этом случае? Вполне возможно, да, поскольку у нас активность собственников крайне низкая. Даже вот по своему дому могу сказать, я звонила в управляющую компанию. То есть люди не выходят на общее собрание, никому ничего не надо. Возможно, существует действительно такой факт. В случае, если собственники до 29 января не приняли решение, либо они собрали собрание, но кворум не состоялся, орган местного самоуправления на третий месяц уже после принятия программы принимает решение за собственников. Но здесь уже решение таково, что способ выбран на общем счете регионального оператора. То есть администрация выпускает... Существует, конечно, да, и как в одну сторону, так и в другую можно поменять. Ну, вот это уже радует, так скажем. Следующий вопрос от Михаила. У нас дом кооперативный, мы уже ремонтировали половину дома. Капитальный ремонт у нас будет в 2018 году. Для чего же тогда нужна эта программа? Мы же можем отремонтировать сами свой дом, если положим деньги на свой счет. И зачем нам нужно будет ждать чего-то? Странные вопросы. Вот, смотрите, если люди уверены, что они в 2018 году смогут свою вторую половину дома доремонтировать, зачем им вступать в какие-то программы, что-то куда-то платить и откладывать? Вот о чем речь. Ну, вступать или не вступать в программу, здесь уже, к сожалению или к счастью, не знаю, решать не собственником. То есть все многоквартирные дома вошли в программу региональную по капитальному ремонту, кроме аварийных и подлежащих сносу. Соответственно, я так понимаю, региональной программой определен срок, то есть 2018 год. Если они такой самостоятельный, активный дом, они могут открыть специальный счет и до 2018 года доремонтировать свою часть дома. То есть они уже к 2018 году исполнят требования этой программы и будут уже собирать деньги на следующий вид работы. Еще такой вопрос от обывателей, который тоже часто звучит. Многие говорят о том, что пожилым людям невыгодно и, собственно говоря, нецелесообразно платить за ремонт дома, потому что, понятно, там, если сроки какие-то там через 25 лет и там через 30, многие просто могут не дожить. И вот я вам зачитаю один комментарий из интернета, здесь написано, пожалейте пенсионеров, они выживают еле-еле с этой мизерной пенсией. Вот как вы это можете прокомментировать людям? Сложно сказать, здесь уже вопрос, наверное, не в выгоде. Ну, во-первых, если люди выбирают регионального оператора общий счет и у них, допустим, старый дом, ну, как правило, все-таки пенсионеры живут в достаточно старых домах, в старом фонде, то наиболее вероятно, что этот дом стоит в программе на ближайшие годы все-таки, поскольку по критериям старые дома, очень изношенные дома, они все в первые годы ремонтируются. Есть все-таки приоритет. И вот, собственно говоря, если кто-то сомневается, можно уже позвонить, уже сегодня можно позвонить и узнать, на какую дату, на какой год намечен ремонт. Да, можно, на нашем сайте выложена региональная программа, то есть есть деталировка по муниципальным образованиям, то есть по городам и районам. Можно найти свой дом, посмотреть год, вид работ. Также на сайте правительства Самарской области эта программа. Но приоритет в создании, в формировании этой очереди отдается все-таки таким старым, уже совсем изношенным домам, чтобы их отремонтировать в первую очередь, правильно я поняла? Да, в первую очередь будут ремонтироваться дома с наибольшим процентом износа, с наибольшим сроком эксплуатации, погоду ввода в эксплуатацию, а также те дома, которые нуждались на первую дату приватизации в капитальном ремонте. То есть получается это где-то дома 1966 года. А может эта очередь как-то меняться, передвигаться? Вдруг вот что-то там стало уже совсем активно разрушаться и дом продвигается выше? Да, обязательно. Программа принята, но она не железобетонная, так скажем. То есть изменения возможны и ежегодно будут происходить изменения в эту, корректировку будут производить в этой программе. Государственная жилищная инспекция будет производить ежегодный мониторинг технического состояния домов, после чего будет направлять отчет в правительство и уже будут просматривать возможность об изменении. То есть если они выйдут на объект и увидят, что необходимо в срочном порядке какие дома отремонтировать, они будут передвинуты. Или проводить, может быть, работы, которые нужны. Да, поменять эту работу. Следующий вопрос. В квитанции есть пункт «Ремонт за помещение». Мы давно платим и ни разу нам ничего не отремонтировали. Мариса Тореза, 65, с 1965 года. И зачем же это нам нужно, что собственников опять начнут собирать деньги? Вот этот пункт «Ремонт за помещение». Что это за пункт? За что там платят? И почему человеку нужно опять начинать собирать деньги, отдавать свои деньги? Но это все-таки вот люди путают, что это текущий ремонт, не капитальный. И на капитальный ремонт никто не сдавал. Давайте тогда, Татьяна Владимировна, текущий ремонт. Что входит в текущий ремонт? Вот что это такое, текущий ремонт? Это ремонт, что-то происходит, если с общим имуществом, с подъездом, с лестницами, с крышей. Если это не требует капитальной замены какого-то объекта, то это текущий ремонт. А капитальный ремонт предполагает что? Да, давайте расскажу, что предполагает капитальный ремонт. Это ремонт крыши, ремонт лифта, либо замена лифта, лифтового оборудования полностью. Ремонт инженерных коммуникаций, то есть это холодного водоснабжения, горячего, электросетей. Также ремонт подвальных помещений входит, установка общедомовых приборов учета. И так, вроде бы все, да? Перечислено, то есть основные работы. Вот этот перечень работ, еще раз, чтобы все уяснить, он, допустим, написан год ремонта дома, ну, допустим, 2024. 2024, вот эти все работы, они будут одномоментно по этому дому проведены? Или они могут откладываться, перекладываться со временем? Или как все это будет? Или вот заезжает очень много бригад сразу, и в подвал, и на чердак, и начинает вот этот дом? Нет, виды работ, они будут проводиться постепенно. То есть год указан, и рядом вид работ. То есть в этом году должен быть проведен этот вид работ постепенно. Понятно. Следующий вопрос от жильцов дома, общая подпись. Создали вот этот региональный фонд. А за счет чего будут сотрудники этого фонда получать зарплату? За счет жильцов или за чей? Кадрия подписалась. Хотелось бы успокоить собственников. Законом и жилищным кодексом предусмотрено, что содержание регионального оператора, то есть оплата административно-хозяйственных расходов ни в коем случае не будет за счет взносов граждан. Взносы на капитальный ремонт могут расходоваться только на капитальный ремонт. Больше никуда. Соответственно, фонд... То есть вы получаете как госслужащие? Нет, не госслужащие, за счет областного бюджета. Но ни в коем случае не за счет граждан. Понятно. Ну вот это уже конкретно. Следующий вопрос. У нас капитальный ремонт в 2019-м. Мы пенсионеры, не доживем. И пенсионерам просто нет возможности платить такие деньги. Дети потом квартиру эту продадут. И кому пойдут эти деньги? Костригины, семья Костригиных, по-моему, коммунальная квартира написана. А, извините, трехкомнатная квартира. Ну, про недостаточность средств для оплаты коммунальных платежей, в том числе капитального ремонта. Хотелось бы сказать, что платежи за капитальный ремонт, они входят, относятся к коммунальным платежам. То есть, если, в том случае, если по закону вот эта вот сумма коммунальных платежей и взнос на капитальный ремонт составляет более 22% от дохода граждан, то они имеют право на субсидию как малоимущие. То есть, им можно обратиться в органы социальной защиты и получить эту субсидию. Это вот что касается, если не хватает денег. А вот, да, у меня тут еще как вариант, если вот уже знают, ну, жизнь ей жизнь, что квартира отойдет детям, да, то, наверное, можно сказать детям, чтобы они тоже как-то участвовали вот в оплате вот этих счетов, если у родителей нет возможности платить, и потом эта квартира отойдет детям. Конечно, поскольку дом-то он останется, и ремонтировать нужно. Есть строка «Ремонт текущий». Когда этот ремонт будет выполняться? Кто этот ремонт будет выполнять? Потому что окна разбиты, грибок по всей стене, «Революционная 133», второй подъезд, спрашивает вас, Ольга Васильевна. Мы говорим, да, тут постоянно, хоть эта тема к капитальному ремонту не относится, что текущий ремонт, мы все за него платим. Мы все за него платим, платим, но ремонт этот не делают. Вот такая аналогия у людей возникает, что то же самое может произойти, наверное, с капитальным, что так же люди будут платить, 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 и потом через там 20-30 лет писать вам же сюда, что вот мы платили, платили, а ремонт не делают. Насколько эта ситуация может возникнуть, вероятность этой ситуации? Здесь ситуация другая, поскольку приняты региональные программы, и там четко указан для каждого дома срок проведения капитального ремонта, то есть уже создан такой план, в соответствии с которым будет произведен ремонт. Есть сроки, вот допустим, план есть, 2024 год. Год этот проходит 2025, план не выполнен, что делать тогда? Как повлиять вот на то, чтобы ремонт сделали все-таки? Ну, что касается регионального оператора, могу сказать, что региональный оператор обязан провести в этот год ремонт в конкретном доме. И правительство Самарской области несет субсидиарную ответственность по обязательствам регионального оператора перед собственниками. То есть непосредственным гарантом выступает уже Самарская область. В случае, если ремонт все-таки будет сделан, но он будет некачественным, кто будет гарантом того, что люди вложили, заплатили и ни к чему не пришли, собственно говоря, сняли там всю крышу, отремонтировали, и вдруг бежит с девятого этажа женщина, говорит, что у нее после ремонта еще больше там стало протекать потолок. Вот гарантом здесь в данном случае кто опять же будет выступать? Ну, могу за регионального оператора сказать, что здесь уже надежно, так скажем, то есть ремонт будет проведен качественно, поскольку существует в региональном операторе служба заказчика, где непосредственно квалифицированные специалисты из области строительства и жилищно-коммунального хозяйства собраны, отдел технического надзора, то есть постоянный будет контроль за проведенными работами. А если все-таки некачественно? Есть какие-то рычаги воздействия на вот этих вот подрядчиков, которые приехали, отремонтировали и уехали? Какие-то сроки давности, пусть даже крыша вот потечет не сегодня, а через два года, что делать тогда? Скажут, а мы уже вам все тут поменяли. Ну, поскольку жители участвуют в приемке работы, обязательно представитель собственника подписывает акт, то есть если он видит, что работы не выполнены реально или выполнены некачественно, то он может уже это так не подписывать, то есть здесь уже контроль зависит очень много. Но эксперты при приемке, понимаете, не кажут, что жители, если меня даже на крышу туда вот приведут и скажут, я тоже не смогу понять, насколько качественно в подвале там что-то или на крыше, понимаете? Должны быть тоже какие-то эксперты со стороны вот ЖКХ? Да, есть эксперты и они собраны в Государственной жилищной инспекции, то есть жилищная инспекция будет контролировать ход исполнения. Да, это жилищная инспекция, да. Такие меры будут приниматься, применяться к неплательщикам за коммунальные услуги, которые не собираются вообще платить за капитальный ремонт? Иван Михайлович Королев. Ну, на данный момент за неуплату платежей за капитальный ремонт аналогичные санкции применяются, как и к неплательщикам по коммунальным платежам, то есть 1,03 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, то есть аналогично. Был внесен законопроект где-то в апреле текущего года, в соответствии с которым хотели чуть ли не отбирать квартиры за неуплату по коммунальным платежам, но этот законопроект в силу не вступил, то есть его сняли с рассмотрения. А вообще вот можно ли, допустим, будет продать квартиру, если ты за коммунальные услуги все оплачивал, оплачивал, а вот капитальный ремонт игнорировал, оплату вот этих квитанций? Здесь какие-то вот есть ограничения? На данный момент вот ни с законом, ни региональным, ни в жилищном кодексе конкретно ограничений по продаже квартиры в данной ситуации нет. То есть санкции, вот я как и назвала, 1,03. Вот если специальный счет на свой дом будет открыт, тут сами жильцы заинтересованы в том, чтобы контролировать, кто платит, кто не платит, да? Как-то они будут вот как-то все это контролировать. А в случае с региональным вот этим оператором, вот как вы будете воздействовать на неплательщиков? Да, здесь уже региональный оператор будет взаимодействовать с неплательщиками, будут судебные иски, но также по законодательству, да, по всем правилам. На 43 года нашему дому строки есть за содержание и за обслуживание, за капремонт, еще и еще за капремонт, сообщает нам Валентина. То есть я так понимаю, что уже столько строк за всякие услуги, содержание и обслуживание, это прибавляется за капремонт. Ну это вот данность, да? Да. 43 года дома, вот скажите, Валентине, он может быть вот в списке первоочередных, которые будут подлежать ремонту? Ну, скорее всего, да. Да, нужно смотреть, конечно, но скорее всего, да. Управленческий поселок Сергей Лозо, 2,15, 2,16, тут все с дробями. 56 лет домам не было ремонта ни разу, а должны были 2 капитальных ремонта сделать перед приватизацией, тоже по закону. Почему? Почему на общих основаниях или денег меньше должны с нас брать, Надежда Николаевна? Ну вот это вот, то есть вот смотрите, 2 капремонта уже должны были сделать, не сделали. Теперь, может быть, с них нужно меньше денег брать, раз уже должны были сделать эти ремонты. Как вот в таком случае быть? 56 лет дому. В советские времена весь жилой фонд, он принадлежал государству, и взносы на капитальный ремонт, даже если и собирались, то здесь уже полностью государство финансировало, занималось этим капитальным ремонтом. А после приватизации не только квартиры, но и общее имущество в домах, то есть много квартирных, перешло к собственникам. И сейчас уже по жилищному кодексу собственники отвечают за сохранность имущества не только квартиры, но и общего имущества. То есть подъезд, крыша, это все обязанность по сохранности и ремонту на собственниках лежит. Понятно. Ну что ж, время нашей программы истекло. Спасибо за то, что пришли, ответили на мой вопрос, вопрос телезрителей. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. Спасибо вам за внимание и активность. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин